В Казанском федеральном прошло торжественное открытие выставки «Познавшая истину», посвященной 110-летию со дня рождения известного ботаника-эмбриолога Нины Афанасьевой. На работу в Казанский университет Нина Гавриловна пришла с богатым педагогическим опытом. Здесь она проработала с 1947 по 1979 год в разных должностях, начиная с препаратов до доцента кафедры систематики растений. Она при поддержке профессора Баранова впервые в стенах Казанского университета начала цитые эмбриологические исследования растений. В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию на тему к познанию филогении семейства Наричниковых. Научная деятельность Нины Гавриловны была посвящена изучению эмбриологических особенностей рода Вероника и других представителей семейства Наричниковые с целью построения филогенетической системы. Открытие выставки состоялось в ботаническом отделе зоологического музея Гербария имени Эдуарда Александровича Эверсмана КФУ. Выставку назвали «Познавшая истину» и в этот внесли некий смысл, в том смысле, что она проводила исследования растений семейства Наричниковые. И в своих исследованиях она обнаружила, что это семейство оказалось очень разнородным по эмбриологическим признакам. И в этом смысле она предвосхитила исследования, которые потом последовали примерно полвека спустя, когда уже появились молекулярно-генетические методы, провели секвенирование хлоропластной ДНК у Вероник. И обнаружено, что действительно это семейство является таким разным, скажем так. На выставке можно было увидеть фотографии, рукописи, публикации документов Нины Афанасьевой, а также оттиски научных работ с дарственными надписями, адресованные Нине Гавриловне от эмбриологов из разных уголков СССР и зарубежья. Интерес представляют приборы и материалы, использовавшиеся в эмбриологических исследованиях на кафедре систематики растений и кафедры ботаники Казанского государственного университета. Дополнили экспозицию рисунки репродуктивных структур растений и гербарий. Также на выставке можно увидеть несколько картин ученицы Нины Афанасьевой, унаследовавшей таланту своего отца известного художника. Часть, естественно, предметов из нашего музея, из ботанического отдела, зоологического музея гербария, и часть с кафедры ботаники физиологии растений, то есть нашего университета. По сути дела мы соседи, мы коллеги, и в общем-то мы сами тоже сотрудники музея, мы все являемся сотрудниками кафедры. Поэтому, в общем-то, такая получается у нас общая работа в каком-то смысле. На таких выставках студенты могут ближе познакомиться с теми, кто внес значимый вклад в развитие науки, а также понять, что даже самые известные люди начинали с малого и преодолевали трудности. Тем самым ребята могут по-новому взглянуть на свои возможности и перспективы. Варвара Терехова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.